Это программа Ресурсы. Здравствуйте. В ближайшие пять минут с вами Динара Саду. Не ранее, чем через два года, живё в Казахстане может подорожать в два раза. В Казахстане есть предпосылки для увеличения темпов роста цен на жилую недвижимость. Об этом сообщает портал Козрелт Недвижимость. Цены на недвижимость могут вырасти на 5%. Это около половины от прироста стоимости квартир за последние 12 месяцев. При этом общий годовой прирост цен при сохранении текущей ситуации может достичь примерно 17%. Недвижимость может подорожать из-за повышения налогов на недвижимость и увеличения социальных обязательств казахстанских застройщиков. Напомню, что с 1 января 2014 года в Казахстане планируется увеличить налог на недвижимость. Повышение произойдёт за счёт роста базовой стоимости жилья, используемой для начисления налога. Так, в Астане и Алматы за счёт повышения базовой стоимости налог увеличится в два раза – с 30 до 60 тысяч тенге. В областных центрах налог увеличится с 18 до 32 тысяч тенге, или почти в 1,8 раза. Вместе с тем, вводимые налоговые ставки, вероятнее всего, сохранятся в ближайшие пять лет. Ещё одним фактором, за счёт которого недвижимость может подорожать, является повышение социальных обязательств компании, осуществляющих строительство жилья. Казахстанская ипотечная компания делает ставку в пользу арендного жилья. Свою деятельность в области ипотечного кредитования прекращает. Об этом сообщил председатель правления компании Азамат Ибадулаев. Также он отметил, что в будущем году для Алматы предусмотрено выделение 2,5 миллиардов тенге только по программе «Доступное жильё». Основным направлением деятельности КИК является приобретение прав требования по долгосрочным ипотечным займам за счёт средств, привлечённых путём выпуска облигаций. По информации Кейс, по состоянию на 1 апреля 2013 года, государство в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан владело 91% акций компании. 23 тысячи сельских предпринимателей Казахстана получили займы по линии «Казагра». Об этом сообщает пресс-служба нацхолдинга. Общее количество заёмщиков составляет порядка 23 тысяч предпринимателей в сельской местности. А в целом нацхолдингам «Казагра» на поддержку аграрного сектора направлено более 1,2 триллиона тенге, говорится в сообщении. Совокупный кредитный портфель холдинга превышает 330 миллиардов тенге. Это 50% от всего объёма кредитования ПК. Также сообщается, что в 2013 году планируется ввести в эксплуатацию 68 инвестиционных проектов. Согласно оценкам экспертов, Казагра эффект от реализации проектов позволит снизить импорт по мясу птицы на 52%, импорт молока на 18%, сократить дефицит овощей в межсезонье на 53% и ёмкости хранения плодовочной продукции на 39%. Эксперты Европейского банка реконструкции и развития выпустили довольно пессимистичный доклад по перспективам развития восточноевропейских стран. Это ежегодный доклад, в котором оценивается текущая динамика дальнейшей перспективы развития экономик Восточной Европы, а также проводится оценка экономических реформ в данном регионе. По прогнозам банка, при сохранении текущего состояния экономического развития, рост производительности труда в большинстве стран останется более чем скромным в течение следующих 10 лет, в среднем на уровне 2-4% в год. В следующие 10 лет ожидается дальнейшее снижение роста производительности труда. При такой динамике уровень жизни граждан восточноевропейских стран будет по-прежнему оставаться заметно ниже уровня жизни в Западной Европе. Процесс конвергенции этих показателей замедлится, а во многих странах полностью остановится. По нашим оценкам, в течение следующих 20 лет только ряд стран Центральной Европы и Прибалтики смогут достичь уровня в 60% от усредненного показателя дохода на душу населения в 15 ведущих развитых странах ЕС. При этом уровень жизни в большинстве восточноевропейских стран, скорее всего, будет оставаться заметно ниже данного значения. Для ускорения экономического роста странам потребуются новые реформы в экономике, говорится в докладе Банка. К странам Центральной Европы и Прибалтики, которым, возможно, удастся приблизиться к западноевропейским стандартам, Европейский банк реконструкции и развития относит Венгрию, Польшу, Словению, Словакию, Хорватию, а также прибалтийские государства Латвию, Литву и Эстонию. Это была программа «Ресурсы». Всего вам хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова